Большинству, конечно, с их родителями сложно. Вообще так наше взросление происходит, что мы сначала находимся в каких-то ожиданиях от собственных родителей, потом разочаровываемся, потом бунтуем против них, потом они вдруг начинают проявлять нам внимание, которое мы не ждали и так далее. И для большинства, конечно, детско-родические отношения являются источником постоянного внутреннего переживания, каких-то натяжённых нервов, вот этого какого-то внутреннего конфликта. И невозможно даже это обсудить, потому что если про это говорить со своими родителями, то родители начинают обороняться. Их тоже можно понять, потому что они из своей логики рассуждаются. Для них мы никогда не являемся какими-то самостоятельными фигурами. Мы всё равно часть их жизни, они к нам относятся как части своей жизни. У нас уже наша, мы уже, собственно говоря, а мы для них часть. И разрешить эту штуковину может только ребёнок в самом себе. То есть у вас самих, вот вы как ребёнок, вот вам сколько лет, 30-40-50, если у вас ещё живы родители, нам просто счастье, что есть люди, для которых вы настолько небезразличны. Пусть даже форма, с которой они это небезразличие транслируют, она под вопросом. Но задумайтесь. И эти люди, ваши родители, дай бог, что они живы до сих пор, и вы для них всегда при любых обстоятельствах представляете ценности. Вот даже для своих детей вы под вопросом, что будете так всё время представлять. А вот для своих родителей – да. И когда вы это в себя впустите, то плевать, как они там, ну, иногда со странностями. Зато вот вы для них нужны всегда. И это дико ценно. Продолжение следует...